Здравствуйте, меня зовут Светлана Налетова. Я рада, что вы заглянули на канал Сад без секретов. Сегодня вместе с биологом Ларисой Колбиной из Челябинска мы отправляемся в весенний сад для того, чтобы провести очень важную манипуляцию, очень важные работы с вашими плодовыми растениями. Речь идет об обрезке. Многие садоводы эту процедуру игнорируют и поступают совершенно неправильно, потому что с помощью обрезки, в том числе и весенней, мы можем не просто получить красивое растение с красивой кроной, мы можем регулировать высоту вашего растения, ну и соответственно с помощью обрезки мы существенно повышаем качество нашего урожая. Поэтому досмотрите это очень важное видео до конца для того, чтобы вовремя приступить к обрезке из своих плодовых культур в вашем саду, ну и соответственно получить отличный урожай. Наступила весна, пришло время обрезки семечков и косточковых культур. Обрезка семечков и косточковых культур абсолютно разная, поэтому эти методики путать не надо. Что касается обрезки семечковых культур, вот сейчас, когда температура установилась плюсовая и в ночные и в дневное время, небольшие плюсы, дают нам возможность провести обрезку. На что обрезка направлена весной? Во-первых, самое главное, это конечно же санитарное направление. Что такое санитарная обрезка? Это когда мы убираем все поврежденные, трущиеся, обломанные побеги. Обязательно нужно провести мониторинг дерева на наличие различных морозобоин и других проблем. Но обрезка еще есть направлена на улучшение качества урожая. Надо понимать, что урожай нужен садоводу, а дереву, у дерева самая главная проблема и забота, захватить больше пространства, получить больше солнца, нарастить огромные шикарные однолетние приросты и получить максимум счастья от природы. А садоводу нужны плоды. И чтобы ускорить процесс плодоношения, нужно провести стимулирующую обрезку. Чтобы начать обрезку, нужно ваше дерево рассмотреть. Крона у деревьев бывает разная. Бывают деревья, когда мы видим один полноценный ствол. Это деревья с лидерной кроны, то есть один главный ствол. А есть деревья, крона у которых в виде вот такой вот чаши. Эта крона дает возможность проникать больше солнца внутрь кроны. Эта крона нам дает возможность проще ухаживать за деревом и получать урожай удобно с такой кроны. И в такую крону, как например мы видим на этом дереве, очень удобно сделать дополнительные прививки, то есть сделать многосортовое дерево. С чего начинается обрезка? Конечно, нужно рассмотреть, что мы имеем в данный момент и какие стимулирующие процессы мы на обрезке затронем. Когда мы рассматриваем ветку, что мы на ней видим? Мы видим плодовые образования. Вот они, так называемые кольчатки, копьяца. То есть это те образования, на которых будут сформированы генеративные почки. То есть это цветочек и плодик. Но мы здесь видим и другие веточки. Вот эти однолетние приросты. Они тоненькие. Мы видим здесь ярко выраженные междоузлия. Почки у груши имеют поочередное расположение. И вот эти приросты, они у нас несут листочек. И соответственно, если мы хотим увеличить количество плодов, мы должны работать с теми побегами, которые несут листовую пластину, то есть почки вегетативные. Итак, как сделать так, чтобы наши почки из вегетативных превратились в генеративные? У деревьев есть такое понятие, как полярность. Если мы рассмотрим ветку в целом, большую ветку какую-нибудь, например, вот эту веточку, мы заметим, что самая большая, самая длинная однолетний прирост у нас на конце находится. Так называемое апикальное доминирование. Это о чем говорит, что все питательные вещества всегда максимальным потоком идут в верхушечный побег. Этот побег у нас самый длинный, самый больше получаемый питательных веществ. Естественно, на этом побеге плодовые образования будут закладываться очень медленно. Нет никакой нужды этому побегу заниматься в отношении, потому что его задача – большие листья, много питательных веществ и обеспечение питанием дерева. Побеги, которые направлены в горизонтали, они имеют, посмотрите, для сравнения, почти в два раза меньше длину. Естественно, этот побег получает меньше питания. При распределении питания закладка здесь генеративных почек, то есть плодоносящих почек, более вероятна. Что нам сделать надо, чтобы вот этот вот побег перевести из вертикаль, стимуляция роста и горизонталь, стимуляция плодоношения. Многие садоводы занимаются тем, что, понимая, что нужно перевести в побег горизонталь, начинают деревья подвязывать. Очень часто можно наблюдать, когда у кончика побега привязан груз, и вот такое вот раскачивание не очень хорошо влияет на рост дерева. Лучше, конечно, если ваше дерево позволяет, если бы эта ветка была гораздо ниже на уровне ствола, то лучше подвязать какой-нибудь материал, тряпочку, ниточку, веревочку, аккуратненько, да, и начинать веточку тянуть в горизонталь, то есть колышек к земле и фиксация его к земле. Опять же, это надо делать очень аккуратно, чтобы не было слома от основной ветки. Итак, еще как можно заставить веточку расти в горизонталь? С помощью обрезки. Этот побег вырос у нас в прошлом году, это однолетний прирост. Если мы его оставим, не трогая, да, то на нем вырастет из каждой почки, вырастет в дальнейшем побег, и это будет сгусток побегов. Верхучные побеги, так как они получают больше питания, они будут гораздо мощнее, гораздо длиннее, и в дальнейшем этот побег у нас будет увеличиваться в высоту, увеличиваться в объеме, и когда-то, лет через 3-5, плодовое образование, возможно, образуется. Что мы сделаем с помощью обрезки? Вот наш побег, что мы режем? Если мы укоротим наш побег на одну треть, питание, которое предназначено на всю длину побега, с нашей потерянной части перераспределится на близлежащие почки. Посмотрите внимательно вот на этот побег. Вот наш побег, вот место среза, мы обрезали, и что получили мы в итоге? Мы получили максимальный длинный побег, питание получил он, верхучный самый длинный. В горизонтали побег, он гораздо меньше, и совсем маленький, тоже в горизонтали, вот побег. То есть стимуляция такого побегообразования, такого роста активного, была произведена именно с помощью обрезки. То есть если мы отрежем на одну треть, питание с потерянной части перераспределится, и у нас в этом году вырастет 3 хороших побега, расположенных в горизонтали и вертикали, обрезка делается на почку по направлению от почки, под углом 45 градусов. В этом году у нас с этого обрезанного места вырастет вот таких вот 3 хороших побега. То есть купировка, обрезка, побега, стимуляция вот этих вот вертикальных побегов. Что мы добились? Там у нас был один побег, здесь мы имеем 1, 2, 3, 4. Опять же давайте рассмотрим вот эти побеги. Какие нам интересные побеги? Этот побег, мы его можем простимулировать рост в горизонтали, обрезав на внешнюю почку, на одну треть. То есть в этом году у нас пойдет стимуляция почки, которая растет в горизонтали, и мы его перейдем в горизонталь. Вот этот вот побег нам не очень интересен. Почему? Потому что он внутрь кроны растет, и когда внутри кроны нарастут побеги, скорее всего будет соприкосновение, будет трение, этот побег нам в принципе не особо нужен. Вот этот побег, тот, который тянет питание, тот, который больше всего получает питание, что с ним делать? Конечно же мы можем его перевести в горизонталь, обрезав на одну треть, на внешнюю почку. Еще какой исход здесь событий? Можно вообще убрать вот этот вот побег, на кольцо убрать и убрать вот этот вот побег. Он слабый, к сожалению, да, абсолютно слабый. Два вот этих побега стимуляция в горизонтали нам дадут эффект. Была произведена обрезка, опять же, да, что мы увидим? Наши побеги в горизонтали образованные, все унизаны, все они, пожалуйста, вот мы наблюдаем, огромное количество плодовых образований. Именно на них находятся плоды. Но, опять же, надо понимать, нельзя у плодовых растений абсолютно целиком убирать однолетние приросты. Потому что, как я уже сказала про пекальное доминирование, про тягу веточками вот этими однолетними мышцами питания. То есть, все, что вот на этом побеге можно рассмотреть, это все будет питаться с помощью вот этих вот подсасывающих побегов. Если рассмотрим вот эту грушу, то можно наблюдать, увидеть небольшие почернения побегов верхушечных. У садоводов существует спор по поводу времени обрезки. Как обрезать лучше осенью или весной? Вообще, конечно, обрезка весной и осенью, она в литературе представлена как однозначной. Но в условиях Урала нельзя сказать, что осенняя обрезка, она также популярна и также действует на растениях, как и весенняя обрезка. Осенняя обрезка у нас сейчас в последнее время. Зимы с оттепелями, зимы непредсказуемые. И поэтому очень часто бывает у нас, когда побег обмораживается. Когда мы начинаем активно резать осенью, к сожалению, мы теряем часть древесины. Поэтому я предпочитаю обрезку весеннюю, раннюю обрезку, когда температура не превышает порядка плюс 2 градусов. Такая обрезка дает возможность коррекции дерева, скорректировать объем плодоношения, нормировку сделать побегов, сделать санитарную обрезку без потери жизнеспособности дерева. И еще нужно понимать, если ваше дерево очень-очень загущено, мы видим вот на нашем дереве здесь вот такую ситуацию, трутся друг об друга два побега, и рано или поздно, это у нас однолетний прирост, рано или поздно на стволе этого побега, вот на вот этом вот месте, будет трущееся место, и здесь будет потеря коры. А что здесь можно сделать? Если такая уже ситуация образовалась, можно что сделать? Можно сделать укорачивание побега, или можем вообще вот эту всю ветку, потому что она у нас направлена, видите, внутрь кроны. Мы, получив нынче урожай, можем эту ветку убрать на кольцо. У дерева за один сезон можно обрезать не больше 30% кроны. Почему такая норма? Потому что каждое дерево пытается в период вегетации вернуть утерянную массу материала вегетативного. То есть все, что вы обрежете, очень часто дерево начинает наращивать, тратит на это большое количество сил. Силы дерева нужны для того, чтобы сформировать урожай. Поэтому 30% кроны. Что еще можно убрать у загущенного дерева? Конечно же, это можно убрать лишние стволы. Как вы видите, у меня здесь дерево, крона безлидерная, мы не видим ярко выраженного одного ствола. Но если вы рассмотрите крону внимательно, то можно заметить, что каждая ветка старается стать стволом. То есть начинается активный вертикальный рост. Во-первых, это питание большое количество. Во-вторых, это доминирование побегов. Это законы природы. Поэтому углы, с которыми начинают отрастать эти ветки от основного ствола, угол должен быть составлять 50-60 градусов. Если ваши углы, например, как на вот этом маловаре, плодом у нас побеги, угол острый, мы видим ярко выраженный, здесь острый угол, нам придется убрать вот эту вот боковую ветку на кольцо, только потому, что все, что вырастет на этой ветке, будет находиться внутри кроны и будет загущать крону и мешать плодоношению. Эта ветка у нас была укорочена на почку внутреннюю осенью, но мы видим, что побег обмерз на одно звено, поэтому сейчас мы ее укоротим на внешнюю почку, чтобы вся крона у нас, побеги верховочные, располагались в том направлении, свободно. Оголим срез. И вот мы видим, мы дали почке, побегу новую жизнь и свободное пространство для активного роста. Это дерево тоже груша. Мы здесь видим лидерное дерево. Вот этот побег. Вот посмотрите внимательно. Вот побег. Если мы сейчас его не купируем, его активный рост, он вырастет в конкурента и у нас будет острая развилка, она уже образовалась. Поэтому сейчас задача этого дерева как можно больше увеличить углы отхождения. Их можно увеличить за счет обрезки либо за счет вот этот побег я, конечно же, уберу. Когда он отплодоносит. Либо, если будет возможность, я его отклоню на больший угол. Фиксация будет произведена веревочкой и зафиксирована будет к земле на колышек. Лидерные кроны чем лучше? Лидерная крона дает возможность получать полноценно распределение питания. Не забывайте, что лидерную крону нужно обязательно снимать у нее высоту. Многие старые садоводы боятся резать верхушку кроны. Обязательно резать надо, то есть купировать верхушечную почку. Но для чего? Для того, чтобы снижать высоту дерева. Как устроено плодовое дерево? У дерева плодового есть штамп. Это оголенная нижняя часть, которая начинается от корневой шейки до первых скелетных ветвей. Она у нас всегда чистая, здесь никаких не бывает побегов. Почему? Потому что любой побег на этом месте, на штамбе, рано или поздно ляжет на землю. Это будет облом от тяжести снега. И внизу, я уже говорила про апекальное доминирование, ветка будет получать меньше всего питания. Поэтому на штамбе мы все побеги удаляем. У нас чистый, хороший штамп. Если вырастает, то обязательно на кольцо удаляем. Потом идут ярусы. Здесь на этом дереве у меня уже есть два яруса, ярко выраженных. В одну сторону ветки расположены, вот в другую. Вот это у меня один, два, три. Вот это у меня один ярус. И вот закладка, вот он второй ярус. Все, высота дерева меня абсолютно устраивает. Поэтому я укоротила верхушку на боковую почку. И в дальнейшем я буду держать тоже дерево в небольшой высоте. Обратите внимание, как мало однолетних приростов. Но они все купированы. Я это сделала осенью. К сожалению, дерево подморожено. Поэтому весной придется по новой чистить. Но обратите внимание, как много плодовых образований и какой получится большой урожай. Я надеюсь, эти рекомендации вам пригодятся. Напоминаю, что канал Сад без секретов вы можете найти не только на сайте YouTube, а также на платформе Руту и Телеграм. Все ссылки вы увидите в описании к этому видео. Ну а в комментариях к видео напишите, как часто вы проводите обрезку в вашем саду и в вашем регионе. Как правило, проводят садоводы обрезку весной или осенью. Удачи!